Приветствую всех телезрителей Калейдоскоп ТВ. Я Марта Орлова, врач, косметолог, дерматолог. Ну а вторая часть моей деятельности – это автор-исполнитель песен, музыкант, пианистка, вокалистка. И две эти деятельности органично вплетаются в мою жизнь, не конкурируя, а скорее даже дополняя друг друга. Первый кадр, с которого запомнилась мне моя жизнь в моей памяти, первое, что я запечатлела об этом мире, это как бабочка Павлиний глаз сидит на моей левой ноге. Я была всегда очень созерцательной, я на нее бесконечно смотрела, меня искали, потом она улетела. И как-то она запала в мою душу и во многом определила символизм моей дальнейшей жизни. Когда я изучала фундаментальную медицину, то мне понравилось, как Карл Линнэй классифицировал живую природу. Его классификация была с погрешностью, но она была очень изящной, очень красивой и романтичной. Ему очень нравилась античная философия. И всех бабочек он назвал по имени Мус. Поэтому та бабочка из детства, теперь в виде татуировки, всегда сидит на моей левой ноге. И еще одна бабочка у меня есть. Они, две бабочки, символизируют влияние Мус с одной стороны музыки, с другой стороны красивой медицины, красивого бизнеса, эстетической медицины. И они символизируют, как эти две музы мне помогают, но и уравновешивают два моих таланта. Мой отец в свое время, я проснулась, и он заранее положил коробку с украшениями. И он ждал, когда я зайду в ванную, найду, что это коробочка, когда я с утра чищу зубки. И я ее действительно нашла, ее открыла. И в этом была не суть ценности подарка, хотя, конечно, там были очень серьезные, дорогие украшения, там топаз, зуб, а было то, что он подумал заранее. Это самое ценное. Эмоция. Эмоция, когда он слышал, что я этот подарок нашла, и вот это ощущение, что он улыбнулся внутри себя, что его задумка удалась. Вся Москва, она меня безумно вдохновляет, и я считаю, что я прям часть этого города. Не только потому, что я коренная москвичка, а потому, что этот город очень как-то слился со мной. И где бы я ни была когда-нибудь, вот эти улицы, эта тишина, особенно в 5 утра. Я считаю, что настоящая Москва — это в 5 утра, когда никто никуда не спешит. Потому что все, кто приезжают в этот город, они хотят у него что-то забрать. И никто не слышит истинный голос этого города, вот этот утренний, спокойный. Это голос такой немножко уставшей, но очень красивой, благородной женщины, у которой действительно есть что дать. Но она дает это только достойно. И у меня даже есть песня, которая по витринам прошлого. В принципе, это песня, которая вся посвящена именно Москве. И весь клип, как я гуляю по этому городу. И есть две локации, самые главные, центральные, которые несут концентрированно для меня, по крайней мере, смысл этого города. Во-первых, это ВДНХ. Это и роскошь, и история, и помпезность, вот этот соци-ампир. Но при этом там очень много природы. Все видят здания до ВДНХ. И никто не видит какие-то тихие улочки, белочек, птичек, вот эти вот деревья. А их там гораздо больше в действительности. Это очень характеризует даже историю, в принципе, нашей страны. Все видят витрину, но никто не видит нутро, природу, ее вот эту интуитивную красоту. И еще одно место неожиданное — это винзавод. Винзавод сейчас стал галереей современного искусства. Если вспоминать античных богов, у нас есть бог Бахус, который символизирует одновременно и красивые празднества, и алкоголь. Но он наравне с Аполлоном еще был богом искусства. Но если Аполлон был таким очень жестким, он больше про искусство, не несущее в себе радость, а несущее в себе какие-то норовоучения, пророчества, вспоминаем Кассандру. А Бахус был богом веселой, интуитивной, чувственной, радостной музыки. И именно винзавод является тем местом, где две ипостаси соединяются в едино. И вино, и искусство, и все смыслы, которые мы должны единовременно искать в искусстве. Оно бывает разное. Оно бывает пугающее, вдохновляющее, оно бывает восхваляющее. И парад, и похоронная музыка — это одинаковое искусство. Вот настолько оно многолико, как этот бог. Я золотая рыбка всегда на своей работе, потому что я делаю людей привлекательней. Я никогда не уродую людей, даже если они очень сильно это просят. Это очень странно звучит от врача-косметолога. Но я считаю так, что когда в жизни все хорошо, и твоя цель — красота в любом ее виде, то лучше отказать в том, что с твоей точки зрения уродливо, некрасиво. Как ни странно, многие хотят действительно испортить себя. И это является, с одной стороны, методом компенсации или криком о помощи в случае, если душа ущербна, вот эти вот огромные губищи, непонятно испорченные лица. Это потому, что действительно человек так видит себя, он так видит свою душу, и свою душу пытается в теле отразить, реализовать таким образом. Я не участвую в этой затее. Второе, что я бы не делала, я бы не делала, поскольку у моей семьи есть наследие. Моя мама — экстрасенс, ведьма Алёна Орлова. И она могла бы ко мне привести в жизнь любого мужчину. И в том числе у меня были молодые, красивые, богатые. И я бы могла на них воздействовать так, чтобы они выбрали именно меня. И у меня был такой выбор, был такой, возможно, даже момент искушения. Я этого не сделала. Потому что самое ценное — это тот импульс, то искусство, которое рождается. Любовь — это тоже искусство, да, это истинный её источник. И первый источник любого творчества для меня всегда ценнее, чем что-то вот такое сделанное, собственноручно какая-то поделка. Любовь не может быть поделкой, она должна быть слышь. Третье — это в любом случае, наверное, я бы никогда не навязывала своё мнение. И это я делаю всегда. Я всегда прислушиваюсь сначала к тому, что человек хочет. Это такой провокационный всегда вопрос, он даже дьявольский. Потому что когда ты задаёшь человеку вопросы, пациенту, а что вы хотите, ты на самом деле щупаешь его душу. Потому что его желания в действительности отражают, кто он есть на самом деле. Желания же могут быть самыми ужасными. И не факт, что ты их выполнишь. Потому что, возможно, эти желания как раз касаются риска изуродовать этого человека. А этим я не занимаюсь. Мой любимый праздник — это в честь вторника. Или в честь среды. Потому что я считаю, что официальные праздники — это навязанный буржуазный стереотип. Это стереотип. Безусловно, праздники создают общий эгрегор, эту энергетику. Но я считаю, что самое ценное — это праздник в Хемингуэе, который всегда с собой. Взять эту жизнь, сделать её лучше. Поэтому каждый день должен быть праздником. Если это в твоих силах. Люди привыкли любого человека помещать в рамике. Если ты доктор, значит, обязательно в белом халате и какой-то строгий. Если ты музыкант, значит, ты какой-то безумный, значит, ты какой-то воздушный. И в принципе, врач — это больше энергетика земли. Музыкант — это больше энергетика воздуха. Когда они сочетаются, возникает торнадо, сели. Это не очень здорово, наверное. Но я считаю, что только навыки, экспертность в параллельной дисциплине, она может повышать экспертность в другой дисциплине. Человек, который мыслит узко своей специальности, он никогда не достигнет вершины. Потому что он не видит себя со стороны. Любая деятельность, которая есть в человеке, разная, она все дополняет. Поэтому, когда у меня вдохновение, я, естественно, музыкант. Когда есть поток, я сочиняю песню, я не чувствую другого. Когда я вижу хороший материал, я вижу пациента, которые как музы. Я считаю, что мои пациентки, они мои музы. Я понимаю, что мне интересно ее сделать. Вот я вижу, что девочка такая скромная, закрытая, но у нее безумно красивая душа. Она интеллектуальная и умна. И ей стоит немножко добавить этой чувственности, интеллектуальности. Чтобы в любом случае в борьбе и выборе самок выбрали ее. Поэтому я думаю, что во мне это дуальность. И эта дуальность отражает весь этот мир. И это нормально. Музыка в моей жизни, это, безусловно, наследственность. Потому что первое, что я помню, кроме бабочки на моей ноге, это фортепиано Бейкер, которое стоит в моем доме. Я считаю его соавтором всей своей музыки. Потому что тот инструмент, на котором я сочиняю, на котором я тренируюсь. Первая моя мечта, которая была в детстве, это начать уже играть на этом инструменте. И единственным наказанием, которое было в моей семье по отношению ко мне, у нас был ключ от крышки. И мне всегда говорили, что если я буду плохо себя вести, то, соответственно, для меня закроют эту крышку и ключ спрячут. Однажды я выкрыла этот ключ. Я до сих пор не знаю, куда я его выкинула. Возможно, в ту же форточку, куда я выкинула метроном. Метроном я также ненавидела, как этот ключ. Но, тем не менее, однажды крышка уже не закрывалась никогда. В шесть лет меня отдали в музыкальную школу. И я научилась играть на фортепиано и исполнять песни раньше, чем меня отдали в общеобразовательную школу, где меня уже начали учить всему остальному. Поэтому как-то все остальные дисциплины я считала и воспринимала логичной последовательностью после музыки. Почему рок должен быть обязательно некрасивым? Я считаю, что интеллект должен быть красивым. И в принципе, и в своей профессии, и в музыке, и во всем. Я когда вижу, например, женщину глупую, она для меня некрасивая. Какой бы она ни была красивой внешне, если она дура, я не вижу ее красоты. И наоборот, в том числе по моим подругам. У меня есть одна подруга-искусствовед, совершенно невероятная просто какая-то. И я смотрю на нее и не вижу ее недостатков. И я считаю, что качественная, наполненная, наполненная смыслом, словами, потому что вообще русская музыка, русский рок — это всегда больше про поэзию. И наши рокеры — это больше поэты, которые родились для своего поколения, нежели музыканты. Я считаю, что смысловая нагрузка должна быть красивой. То, что у нас рок ассоциируется с каким-то дешевым пивом, какими-то ужасными темными клубами, я считаю, что это неправильно. Рок должен быть чем-то, что звучит в филармониях, куда люди приходят в красивых платьях с красивыми женщинами для того, чтобы слушать, а не просто плясать. Хотя плясать тоже хорошо. Авторская музыка. Я не люблю само словосочетание, потому что в России авторская музыка, она ассоциируется с Грушинским фестивалем, а я явно не мужчина под елкой с гитарой и в клетчатой рубашке. Рок ли это? Если бы это был рок, соответственно, было бы очень много ударных, было бы мало акустики и был бы другой вокал, не такой диапазонистый. Поэтому давайте вернемся к глэм-року. Если я буду Дэйдом Боуи в России, у нас нет аналога Дэйдом Боуи в России, я бы хотела быть им. Март Орлова выбирает книги, потому что книги — это способ достраивать картинку в своей голове. Дальше разветвление моих мыслей и поиск той информации, вот поступенчато, которая меня действительно зацепила. Баланс. Только баланс. Без баланса не бывает реальной красоты и доброго ума. У меня одна песня, созданная исключительно под велончель. Я ее сочиняла, сочиняла. Свинцовое небо, очень депрессивная, но очень сильная музыка. Там даже с элементами академического вокала. Я ее сочиняла, и ко мне пришла и композиция, и слова. Я думаю, господи, по форме-то что же с ним буду делать, какая аранжировка. Потом у меня осенила велончель. И все, все встало на места. Мое пожелание телезрителям Калейдоскоп ТВ. Пожалуйста, будьте счастливыми, несмотря ни на что. Ни направо, ни налево, ни наверх, ни вниз. Не смотрите. Смотрите внутрь себя. Ну и, конечно, в экран, когда там Калейдоскоп ТВ. Это хорошее телевидение. Я Марта Орлова. Смотрите меня на Калейдоскоп ТВ.